а у нас в студии еще один гость на этот раз женщина лариса анатольевна давыдова директор музея победы здравствуйте здравствуйте мы знаем что вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками все-таки расскажите повод вашего визита 70 лет городу издана энциклопедия ангарска от а до я и все предприятия учреждения организации теперь получают в дар те которые есть в энциклопедии получают в дар эту это издание для себя для своей истории и вот мы пришли сегодня специально в на телекомпании акте чтобы вручить этот эту книгу коллективу актиса и поздравить 70-летним юбилеем города спасибо расскажите кто автор книги чья вообще была идея создать в такую энциклопедию вообще идея появилась в далеком 2005 году когда мы поняли что по ангарску очень противоречивая не совсем выверенная информация и мы захотели чтобы все-таки ангар достоин четкой лаконичной истории и зафик главное зафиксированной и тогда музей победы коллектив музея победы задался вопросом как книга мы решили на все предприятия учреждения организации которые появились на территории ангарска до 1993 года мы разослали просьбы описать свою историю на все предприятия учреждения организации но не просто просьбу написать но и далее своеобразный план администрация нашего города ангарского городского округа приняла решение что наверное стоит рискнуть и профинансировать издание которое но было только но так скажем в умах в головах наших но и в компьютере это не собранная но воедино вот чтобы можно было так вот взять и потрогать книгу все равно такое здание это всегда риск получить не то что ты как бы думал но все-таки администрация решила что да надо и выделили средства на издание вот именно этой энциклопедии именно в энциклопедическом формате на 500 экземпляров я понимаю что это мало для ангарска но это первый задел и он удался на славу сколько человек участвовало в здании книги в таком большом проекте тоже на люди которые собирали проверяли информацию хочу сказать хочу сказать что это в первую очередь сотрудники музея нас не так много но вот наш костяк но к составлению исторических справок по предприятиям учреждениям организациям мы подтянули представителей этих предприятий учреждений и организаций а сколько предприятий представлен около 200 около 200 есть предприятие которое вот как появились они там ну например 50-х 60-х годах они так и работают есть предприятие которые уже закрылись к сегодняшним моменту но они же были в истории нашего города швейная фабрика да например то есть сколько лет работала китой лес ангарское управление строительства то есть керамический завод который ну то есть есть предприятие которое ну вот к сожалению но мы же не должны их из истории города нет конечно нет столько лет работы конечно людей на таких предприятиях конечно у меня мама уехала на черное море стояла там в очереди за пальто и когда приехала в ангарск мы вернулась после отпуска и мы смотрели какое красивое на пальто говорю мама интересно где она сшита ангарская швейная фабрика это ж надо было уехать к черному морю чтобы там оставить очередь ангарская и привезти и восхищаться то есть наши предприятия всегда славились своими делами но и своими людьми и вот как раз про людей около 200 предприятий учреждений организации и 225 биографических справок на людей которые внесли особый вклад в историю строительства развития ангарска и о ком ангарчане должны знать это почетные граждане нашего города не только города но ангарского муниципального образования ангарского городского округа потому что разный этап установления нашей территории и мигетского муниципального образования здесь же биографические справки на ангарчан кому именем кого названы улицы в ангарске у нас 13 улиц в самом городе и 14 улица имени токарева в саватеевке есть кому установлены мемориальные доски на улицах нашего города вот к сожалению мы проходим когда вот мы видим фамилию например кто это то есть это надо еще пройдет совсем немного времени и мы не не сможем вспомнить даже сейчас когда мы делали энциклопедию нам было очень тяжело поверьте сотрудники музея по крупицам в некоторых моментах собирали информацию об этих людях ну слава богу вот хотя бы мы сейчас опубликовали то что мы смогли собрать это уже не потеряется а сколько на данный момент вручили энциклопедии вручили не так много около стайк экземпляров поэтому мы обращаемся к руководителям предприятия учреждения организации с кем мы отработали исторические справки чьи справки так скажем чьи предприятия попали в энциклопедию отозваться обратиться в музей победы и мы постараемся выдать торжественно вот эту энциклопедию и понятно что нужно обратиться к нам и семьям чиби биографические справки на родственников тоже опубликованы книги хотя люди приходят мы смотрим документы то есть не просто так мы смотрим документы и передаем семьи в книге есть не только вот биографические справки на ангарчан не только по предприятиям но и например по памятникам и по малым архитектурным формам я хочу обратить внимание ангарчан что вот надо разделять правильно памятники и мало архитектурной формы памятник от слова память память о ком-то ли о чем-то памятник ленину памятник политкоторжаном которым называем на роде памятник декабристом вот как раз памятник ангарчанам погибшим при исполнении воинского служебного долга памятникам первостроителям ангарска а мало архитектурные формы они для украшения города и мы как раз даем там полностью информацию и по памятникам и по малым архитектурным формам то есть ангарчане ну получит еще и вот такую информацию мы постарались сделать энциклопедию вот именно формате энциклопедии дизайн да интересно что мы его сравнивали с советской нашей энциклопедии то есть цвет я думаю поближе удастся нашим зрителям рассмотреть энциклопедию что написано также в несколько графа и интересно то есть нахлынули такие воспоминания приятно а мы специально выбирали именно этот формат нас не совсем понимали вот когда мы еще начинали работали у нас много приходило первостроители почетные граждане не знали что мы готовим такую энциклопедию и говорили нет надо вот вот не так сделать мы настояли на свое мы посчитали что это будет вернее правильнее и документальнее вот чтобы так было понятнее и в энциклопедии мы постарались не просто дать вот например биографические справки но сделать полную сводную таблицу по мемориальным доскам с местами где они находятся то есть полную информацию информацию по улицам названными именами ангарчан тоже сводная такая и гордость энциклопедии это алфавитный указатель имен о ком есть хоть малейшая информация в исторических справках то есть там фамилий но очень много примерно сколько больше тысячи я думаю что да даже если один раз в какой-то исторической справки промелькнула фамилия она есть то есть дети внуки просмотрев вот этот алфавитный указатель фамилии могут найти фамилию своего бабушки дедушки папы мамы и так далее причем есть например предприятие но я его уже назову одно муниципальное предприятие просто наша даже семья приложила руку к сохранению истории это ангарский трамвай так получилось что у меня мама 45 лет отработала водителем трамвая то есть она как пришла так и на пенсию ушла с вагона и первый начальник трамвайного цеха комбината 16 михал михалыч кувшина в свое время уже чувствую себя плохо а я уже работала в музею во дворце тогда пионеров музей боевой славы потом и музей нам построили он сказал я могу доверить только тебе вот еще печатные на из такой пожелтевшие бумаги прямо такая большая история ангарского трамвайного управления и получилось что там михал михалыч кувшина в который был самым первым он смог сохранить первый набор вагоновожатых не водители трамваев а вагоновожатые первый набор монтеров путей и мы эти фамилии опубликовали то есть там есть люди которые уже наверное махнули рукой что у нас никто не помнит не знают они сейчас смогут себя увидеть энциклопедии как это города для них для их семей да вы сделали огромную проделали огромную работу это колоссальный труд это такое масштабное детище у меня сейчас говорю у меня аж мурашки по коже это действительно достойно уважения на низкого поклона то что вы сделали это так это классно это труд это я не могу выразить до словами это очень 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 спасибо вам огромное спасибо скажите а все таки а планируются ли какие-либо мероприятия об истории нашего города может быть какие-то игры либо просто уроки в школе 2 весь 2020-21 год это были как раз мероприятие связаны с историей ангарска но мы их не заканчиваем во-первых как мы разработали игры квест игры интеллектуальные познавательные на разный возраст они у нас так и будут проходить воспользоваться этим материалом может любая школа любой детский сад и любое даже предприятие учреждения организации мы как проводили экскурсии по самому в самом музее у нас целый музей города есть то есть у нас вообще музей побед это музей двух музеев это музей истории великой отечественной войны и музей города причем одно хорошо вытекает из другого мы единственный город стране который начали отстраивать после окончания великой отечественной войны поэтому у нас ну очень логично после истории великой отечественной войны спускаться на второй этаж после зала на третьем этаже спускаться на второй этаж и получать информацию по ангарску от ни один город стране такого у него такой связки нет а у нас она есть спасибо вам большое за столь приятную информацию мы очень сильно надеемся на то что будут еще печатные версии и допустим мы соленые тоже бы приобрели для наших будущих детей лишь там внуков такие книги вообще должны передаваться лучший подарок это книга и пользуясь случаем вот она энциклопедия спасибо вам огромное что пришли к нам очень было приятно с вами беседовать желаю вам дальше такого творческого вдохновения и чтобы все у вас складывалось хорошо спасибо спасибо